следующий доклад проявление тревоги и депрессии у больных с химической зависимостью в пост абстинентном периоде николаенко яна николаевна достаточно интересное направление в деятельности нашей компании второй автор немножечко опаздывает не вижу опаздывает была проведена интересная экспериментальная работа именно больных у которых есть официальный диагноз химической зависимость и собственно говоря мне бы хотелось этим опытом вас сегодня познакомить дело в том что если мы берем вообще различные виды зависимости химические то аффективная патология она к сожалению сопутствует любым видом химической зависимости и дело в том что процесс реабилитации поскольку речь пойдет именно о процессе реабилитации то есть тема докладов после абстинентной периоде он еще говоря простым языком очень трудно протекает потому что помимо детоксикации организма собственно чем занимать медицинские работники есть еще огромное количество психологических проблем и ладно мы просто психологических к сожалению клинических проблем все речь идет как минимум о различные эффективные патологии преимущественно депрессивной направленности то есть это весьма распространенная металлогия лечение химической зависимости нарушения в эмоциональной сфере они могут быть различные степени выраженности быть представлены различными диагнозами но повторюсь как бы различные дисфорические расстройства и депрессивные самые популярные в принципе вы наверно замечали даже если брать вот обычный такой взаимодействие с людьми ну например человек какой-то горе вот просто возьмем человека без всякой химической зависимости мы подходим и говорим ну ты успокойся но все же наладится ну ты не расстраивайся и человек какое-то время грусти потом говорит да отстаньте да пошли вы все то есть мы видим вот эти вот качели от депрессивной формы реагирования к дисфорической поэтому депрессивная депрессивная дисфорическая симптоматика она в общем-то часто сопутствует именно реабилитации людей чья нервная система такая началась продавать естественно как бы химические зависимости бывают различные и и начали об объекте исследования у нас три группы было представлено 20 человек это пациенты проходящие постационарного лечения на день реабилитации краской нервоскологической больницы и 10 человек без клинических диагнозов зависимого введения в итоге эти 30 человек были разбиты на три небольшие группки по 10 человек в первую группу попали пациенты с зависимостью от алкоголя и период реабилитации основной они проходили этот второй третий месяц госпитализации вторая группа это были пациенты с зависимостью от синтетических катинонов и об этом я буду говорить отдельно потому что это особый вид химической зависимости а с другой стороны и третья группа в моделях людей которые просто захотели улюбить алкогольной продукции они находились в эйфорической стадии алкогольного опьянения и с готовностью прошли тестирование задача была простая сравнить как различные виды с одной стороны зависимости проявляются на психологическом состоянии человека а с другой стороны просто есть такая возможность проследить вообще влияние того же алкоголя на психофизиологическое состояние людей ведь очень спорно по поводу влияния алкоголя много-мало я не пью только закусываю и прочие утверждения то есть смысл в том был чтобы проверить вообще алкоголь каким-то образом отнести на психофизиологическое состояние человека и собственно говоря сравнить людей с диагнозом клиническим и людей без клинического диагноза то есть такой результат тоже будет нам представлен если брать синтетические катиноны это к сожалению очень серьезный психостимулятор синтетического происхождения и сейчас у нас в Санкт-Петербурге достаточно большое количество наркозависимых именно синтетических катинонов и к сожалению число зависимых от данного вида наркотика растет и я могу объяснить даже почему во-первых наркотик как и все синтетические наркотики вызывают очень быстрое привыкание но и является одним из очень трудных в терапии химической зависимости потому что процесс вот такой самой детоксикации говоря простым языком никак не вывести этот наркотик то есть он сидит очень плотно почему же еще такие трудности именно с синтетическими катинонами вот смотрите что происходит с человеком который регулярно их употребляет во-первых эйфория с разговорчивостью окей все здорово замечательно возрастает физическая и психическая активность человек не чувствует усталости человек кажется сам себе очень умным и так далее опять-таки поговорили в ТЭТ-АТЭТ с медицинскими работниками которые мне сказали о том что многие не хотят лечиться потому что они вспоминают какой невероятный был секс под синтетическими катинонами и простой просто не может сравниться тоже кстати правдимы поэтому подавление аппетита у нас сейчас в принципе тоже культ худовой и здорового раза жизни а здесь есть не хочется настроение хорошее красиво говоришь и удобно досуг проводишь тоже хорошо поэтому как бы возникает еще одна проблема помимо жесткой биологической зависимости то есть привыкания именно на биологическом уровне возникает психологическая зависимость вы меня подлечите только так чтобы я дальше мог употреблять этот наркотик ведь жизнь под наркотиком так прекрасна зачем избавляться от перечня всех вот этих вот позитивных в кавычках и геев поэтому психологические проблемы они имеют место быть то есть человек в общем-то не очень-то желает выздороветь то есть формально да, но вот как бы вот перечень всего того что дает наркотик какие мы использовали методы исследования так как это наше первое совместное исследование то здесь преобладают психологические методики и вибромет на базе технологий для произображения из психологических использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии ХАЦ весьма популярная на экологических диспансерах опросить ситуативные личности тревожности вот здесь вот Бергера Ханина тоже достаточно старый проверенный инструмент и методика мотивационных предпочтений при желании вот здесь она была немножко модифицирована с поправкой на подход Мютона Рокича о ценностных ориентациях потому что для того чтобы грамотно осуществлять психологическую реабилитацию в общем-то надо знать те самые рекордные точки на что давить, что ценно для человека актуальные, значимые то что мы в НМК используем мы выявляем актуальные жизненные ценности на этапе предварительного тестирования так вот здесь тоже надо знать что для человека значимо чтобы грамотно провести психологическую реабилитацию по госпитальной шкале тревоги и депрессии ХАЦ мы можем видеть что тревога у больных с синтетической зависимостью клиническая тревога как и клиническая депрессия эти показатели выше чем у больных с алкогольной зависимостью ну в принципе в мой взгляд логично какие-то не вызывают у меня вопрос чем сильнее проявилась химическая зависимость тем сильнее проявляется и клиническая симптоматика в патологии эффективной сферы это в общем-то классика психиатрии в общем Ситуативная личностная тревожность ну с учетом что люди проходят и обе группы этап реабилитации мы можем видеть что есть примерно одинаковое значение достаточно высокая ситуативная тревожность достаточно высокая личностная тревожность то есть люди осознают что они находятся в медицинском учреждении проходят реабилитацию что наверное не все их жизнь так хорошо работала естественная реакция организма. А вот дальше интереснее. Это как раз таки методика мотивационных предпочтений и интрижеваний модифицированной с поправкой на ценностную ориентацию руки Ч. Руки Ч предлагал делить все жизненные ценности на терминальные и инструментальные. То есть в принципе подход достаточно правильные. Инструментальные у нас представлены конкретно материальные ценностями, а терминальные это различные экзистенциальные. То есть ценность здоровья, ценность семьи, ростный вкус, ценность утраты, то есть боязнь из-за эмоциональных близких людей может отказаться. Ну это в принципе классика жанра, когда близкие и родные отказываются от больного с зависимым везением. А вот результаты получились здесь достаточно любопытные. То есть посмотрите пожалуйста внимательно. Вот берем ценность здоровья. Самый первый график. И мы видим, что люди с алкоголем-зависимостью, они очень здраво относятся к последствиям злоупотребления. Они очень за мотивированные. То есть их основное желание выздороветь, выписаться, начать вести здоровье и прочее. А вот люди как раз в зависимости от синтетических катинонов, на такой вопрос как именно проявлять наркотик, они как раз таки, мягко говоря, в меньшей степени заинтересованы выздоровлением. То есть вы меня пролечите ровно до такого состояния, чтобы я могла дальше подобрать наркотики. Семейные ценности. Ну в целом здесь группа равна. То есть все более-менее хотят, чтобы либо их приняли обратно в семью, либо восстановить семью. То есть особое подлечение экзистенциальное. В принципе, любой наркотик и процесс гранцинации, которые так или иначе возникают, это некие сюрреалистические меры, это переосмысление. Поэтому как бы это специфика вообще химической зависимости. И, конечно же, здесь о развитии в группе получились. То есть человек, который как бы находится под воздействием алкоголя, он не создаёт миры, властелин и колец не перечитывает и так далее. А человек, который как раз таки стимулирует к серитонину специфическим способом, он склонен, в принципе, к такому фэнтезийному типу реагирования. Поэтому экзистенциальные, как абстрактные ценности в мире, во всем мире, чтобы всё прекрасное было прекрасным. Конечно же, в группе зависимых от синтетических катимонов этот показатель значимо выше. Но это и плохо, потому что, в принципе, наоборот, надо приземляться и осматривать материальные ценности, ценности семьи, здорового образа жизни, а не летательного. И, наконец, материальные ценности. Вы простите, пожалуйста, я пропустила ценности утраты. Ценности утраты. Здесь мы видим значительный разрыв. То есть люди с алкогольной зависимостью не понимают, что из-за их заболевания от них семья вернулась. И они жаждают вернуть свою семью. Они сожалеют о том, что тот из родственников может погибнуть или погиб. В то время как при синтетической зависимости таких переживаний не наблюдается, в принципе. Всё суета, суета. Все мы будем счастливы, когда-нибудь. И материальные ценности. То есть, как бы, денег, денег, денег. На новый наркотик. Материальные ценности у, собственно говоря, алкогольнозависимых. Поправить здоровье, купить сыну дочке, необходимые материальные ценности. То есть, они больше привязаны здесь к стимуляции сильнее. Третья группа. Здесь, как раз таки, были два замера осуществлены. Первый – контрольный замер психофизиологического состояния. То есть, в каком состоянии психофизиологического. Находились наши подопечные на первом этапе. И вот второй этап. Людям банально предложили выпить. Хотите водки? Хотите каникалу. Пить? Дозы регулируйте сами. Ну так, чтобы могли перед монитором сидеть. Дальше, соответственно, замер. Ну, вот обычный метод, который используют. Свет и ДПС не сильно. В общем, измерение алкоголя. Поэтому, как бы, никто в классическом понимании гианы не был. То есть, поэтому, действительно, в общем-то, концентрация силового спирта, она в разных пределах была. Было полутора. Это состояние легкого алкогольного обвинения. И мы посмотрим, как, в общем-то, психофизиологически он влияет на человека без диагнозов клинических употреблений алкоголя. Что мы видим? Ну, первый, собственно, замер контрольный синенький. И после употребления алкоголя желтенький. То есть, у человека находится, в целом, в хорошем настроении, ифорической стадии. Но, тем не менее, как бы, вероятность агрессивных импульсов у него возрастает. Соответственно, как бы, за счет того, что он готов привести агрессию, скажет, да я тебе сейчас! Снижается привление стресса, тревоги. Но, в то же время, у нас же есть понятие референтных пределов. Мы говорим о том, что, как бы, все, что ниже 50%, ну, это по нашим же программам, да, это не какие-то незначенные изменения, осуществления статистики. Тенденции, да, имеют место в их. Я не настаиваю, я на том, что это прямо вот клинический диагноз. Все алкоголь – это плохо, и вообще никогда ни с кем, ни с кем нельзя пить. Но я просто показываю о том, что даже на здоровых людей алкоголь воздействует весьма своеобразно. Освобождая агрессию и подавляя, естественно, чувство страха. То есть стресс падает, агрессия возрастает. Если мы имеем клинический больного человека, то эти показатели значительно выше будут. И степень адепатности поведения, соответственно, изменится на лучшую сторону. Таким образом, что можно сказать, что химическая зависимость способствует формированию стойких депрессивных расстройств? Да, есть такое дело. Зависимость от синтетических протянувок сопровождается более ярко выраженным симптомами дисфорического и апатического спектра депрессии, чем зависимость от алкоголя. Далее выявлены отличия в профиле мотивационной структуры и ценностной ориентации. Вы видели, как источника тревоги и депрессии. Сравнительный анализ психологического состояния, даже без признаков алкогольной и химической зависимости, выявили возрастание, пусть и незначительное возрастание агрессивности, выявили психофилактические реакции на коне приема алкоголя. Вот такое вот у нас новое большое исследование было. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы? Вопрос короткий по поводу структуры. Грома. По возрастным характеристикам относительно отличаются к лориамиду катионы и алкоголь. Примерно одна и та же возрастная группа была. Это мы отследим. То есть не было, что там одни юноша, а тут зрелые. Нет. Это примерно один и тот же возрастной диапазон. Я не вывесила это на слайд, но это было промоекторировано. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Следующий доклад будет в записи. Спасибо, Яна.